Оружие и военная медицина, агитационные листовки и марш-броски. Сегодня студенты перенеслись на 82 года назад. Основой для заданий квеста «До встречи мой Севастополь» стали воспоминания одного из защитников города – Василия Васильевича Сидёлкина. О книге прадеда севастопольский студент узнал спустя много лет. На 35-й батареи была выставка, посвящённая героям Великой Отечественной войны. И мой друг, и одногруппник Егор Жуков увидел стенд со своим прадедушкой. Сказал, что я даже не знал, что он был здесь в то время. От этого мы и зацепились, и начали раскручивать историю. История оказалась такой. Когда пришла война, Василий Сидёлкин был ровесником ребят. Чтобы взяли на фронт, ему пришлось приписать один год к возрасту. И куда бы ни забрасывала бойца война, он каждый раз возвращался в родной город. Именно поэтому книгу, а затем и квест, было решено назвать до встречи «Мой Севастополь». На старте участники получают первую страницу из воспоминаний участника Великой Отечественной войны. Остальные части им предстоит собрать на локациях, расположенных на территории 35-й береговой батареи. Наши ребята-волонтёры проверяют книгу, насколько правильно хронологически она составлена, заполнена. Там есть вопросы и места, где, скажем, есть пробелы, которые нужно заполнить, будет ручкой. Далее мы проверяем это всё, и, скажем, каждая команда будет выпускать книгу. И потом вместе мы будем её проверять и смотреть, какая же книга была правильной. Квест включает в себя 10 этапов. Ребята определяют виды оружия, бросают гранаты и проходят исторические БЛИЦ-опросы. Наша станция — это карта. Пять команд, которые отвечают на наши БЛИЦ-опросы. В каждом БЛИЦ-опросе по 30 вопросов. Они достаточно простые. Эти вопросы связаны с Великой Отечественной войной, с первой обороны Севастополя, со второй обороны Севастополя. Также представлены известные личности, которые защищали наш город, которые воевали за наш Севастополь. Мы разбирали гранату, вытаскивали оттуда записку, и нужно было узнать, какая написана советскими солдатами, а какая — немецкими солдатами. Переводят немецкую записку на русский язык. Мы готовы победить абсолютно точно. Студенты севастопольских колледжей и вузов объединились в шесть команд. Ребята рассказывают, что стараются не упускать возможности узнать больше об истории города. Перед соревнованиями они готовились. Вместе смотрели документальные фильмы. Теперь настроены на победу. Мы из Севастопольского торгово-экономического техникума. Мы одна группа. Учимся на экономистов-бухгалтеров. И мы сами творчески интересные ребята, которые любим везде участвовать, принимаем везде участие. Всегда стараемся показать себя, проявить себя и поучаствовать в каких-либо конкурсах. У нас всегда горят глаза. Все боевые, все готовы, все веселые. Хорошее настроение. Команды мы набрали быстро. Регистрация шла очень активно. Приходилось формировать новые и новые команды. Не рассчитывали сначала на такое большое количество команд. Однако от желания ребят не могли, скажем, отбиться. Поэтому добавили еще одну команду. И регистрацию продлевали для того, чтобы все успели зарегистрироваться. Организаторы подготовили для победителей сертификаты от партнеров. Но главным призом для студентов стали знания о судьбе тех, кто подарил им мирное небо, не пожалев своих жизней. Валерия Солодотенкова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.